Севастопольские депутаты ждут реакции правоохранительных органов на заявление о возможном преднамеренном банкротстве государственного унитарного предприятия «Городской автозаправочный комплекс». Аукцион по продаже части имущества госпредприятия должен состояться 31 января. Во вторник, 29 января, завершился прием заявок участников. Подозрение депутатов вызывает сразу несколько факторов. Во-первых, непонятно, как вообще потенциально прибыльный топливный бизнес пришел в упадок. В продаже подлежат 8 заправок и одно здание по улице Керченской. Стартовая цена этого лота – 99,5 миллионов рублей. По информации, которая есть по сведениям о банкротстве, общие требования кредитора составляют около 52 миллионов рублей. Возникает естественный вопрос, зачем продавать имущество на 99 миллионов первоначальной стоимостью, если требование всего на 52. Кроме того, вызывает подозрение быстрый переход от процедуры внешнего наблюдения, когда предприятие еще можно было вытащить из долговой ямы, к процедуре банкротства и конкурсного производства, то есть уже стадии продажи активов. К слову, и оценщик, и конкурсный управляющий, и фирма, которая консолидировала большую часть долгов госпредприятия, зарегистрированы в Нижегородской области. Еще один важный момент. Недавно конкурсный управляющий был исключен из саморегулируемой организации. Следовательно, его полномочия ограничены, говорит Александр Кулагин. Я и коллеги депутаты обращаемся в правоохранительные органы, в Федеральную антимонопольную службу с просьбой в первую очередь остановить торги, которые назначены на 31 января. Депутаты направили письма в местное управление Федеральной службы безопасности России, МВД, Следственного комитета и Федеральной антимонопольной службы, а также прокурору Севастополя.